Дорогие друзья, Анастасия Буракова, правозащитник, основательница проекта Ковчег, с нами на связи. Анастасия, приветствую вас. Здравствуйте. Слушайте, ну по всему миру уже собирают. То кубинские наемники, да, тут смотрим Сомали, тут по России. Я единственная, в Российской Федерации закончились тех, кого можно было еще либо же сподвигнуть, либо же где-то заставить, либо же где-то за, да, немножечко, возможно, какими-то бонусами увлечь, как вот было с теми же мигрантами, когда, ну, кого-то облавами накрывали в ресторанах, да, тех, кто работает, а кому-то предлагали очень быстро там получить, звонили даже по телефону, предлагали быстренько получить российское гражданство и таким образом, возможно, решить какие-то свои вопросы здесь и сейчас. Вот эти процессы закончились, я имею в виду, что, ну, уже какая-то определенного рода нехватка, ну, либо же тут просто, вы знаете, как в Российской Федерации решили таким образом расширить границы. Я бы сказала, что всеобщая мобилизация была очень непопулярным решением в России, мы видели и отъезд людей, которые ранее никогда не были за границей, которые, возможно, лояльно или нейтрально относятся к путинскому режиму и, например, которых не очень волнует война в Украине, поэтому думаю, что всеми силами сейчас Кремль пытается избежать новой волны мобилизации, тем более у Путина так называемые выборы, которые он хочет провести, и, видимо, максимально спокойно и без нервов, и показать вот эти 90% поддержки, про которые говорил Песков. Поэтому сейчас мы видим, как всеми силами ряды российской армии пытаются пополнить из всех возможных источников, в том числе, да, действительно вербуют иностранцев, и это не только трудовые мигранты, например, из стран Центральной Азии или из других стран, но и вот такие дальние, казалось бы, страны вроде африканских стран, которые раньше не сильно участвовали в каких-то вот таких процессах или не претендовали на российское гражданство, которых в целом в Российской Федерации немного. Здесь в ход идут любые инструменты, любые поощрения, и российское гражданство, и российское гражданство в семье. Мы видели такие законы, которые были приняты недавно, чтобы побудить людей идти в путинскую армию. Ну и, конечно, вербовка, и есть какие-то обманные пути, я думаю, привлечения на фронт, когда люди, особенно, которые не владеют русским языком или в Российской Федерации, не живут, может быть, вообще не владеют контекстом того, что Российская Федерация уже почти два года ведет войну на территории другого государства, попадает в ряды вооруженных сил, попадает в плен, умирают. И это такой способ пополнить российскую армию новыми солдатами, не принимая непопулярных решений перед выборами. Ну, то есть, главный ответ — это не принимать непопулярных решений, которые могут, ну, все-таки, каким-то образом повлиять на общественное мнение. Я так понимаю, что только в этом ответ. Потому что, Анастасия, да, вот с точки зрения военной сейчас немножечко, да, мы это очень часто комментируем в наших эфирах, вот такое огромное количество набранных вот так вот, да, по всему миру, как я говорю, либо же в тюрьмах, как ранее это было, либо же сейчас, те, кто судимы, очень быстро. Это, ну, что означает? Это означает, что это не готовая боевая единица абсолютно, сколько бы ее, возможно, даже там не тренировали. Плюс это приводит к тому, что потом, когда побывав еще и на фронте и поучаствовав в боевых действиях в войне против Украины, те, кто судимы были ранее, особо если это были тяжкие преступления, возвращаясь опять же в Российскую Федерацию, повторно кто-то в третий раз совершали очень серьезные злодеяния, да, и вплоть до убийства. И таких случаев достаточно много. Очень часто это было связано с ЧВК «Вагнер», но сейчас эти случаи повторяются и с теми, кто не был завербован ЧВК «Вагнер», а просто таким образом решил все-таки избавиться от стены тюрьмы, ну, и поучаствовать в военных действиях. Ну, то есть, на самом деле, ответ один, но, слышите, ну, выборы закончатся, и середина марта, она вот уже близка, на самом деле. Тут февраль пройдет, да, он будет непростой и так далее. Далее же так не сможет держаться Генштаб России, Министерство обороны. Придется все-таки кому-то решать, кто здесь все-таки выступит, скажем так, тем, на кого будут брошены все, скажем так, негативные аспекты. Кому все-таки придется решать этот вопрос? Потому что, ну, понятно, как бы не хотелось, но мы реалисты, и, ну, война не закончится в марте, в середине марта 2024-го. Ну, рекрутинг в колониях тоже продолжается. Единственное, что в российских колониях не бесконечное количество людей, тем более не бесконечное количество людей, которые хотят пойти на войну, потому что есть люди, которые сидят, например, по статьям, не связанным с преступлениями против личности, например, по наркотическим статьям, как самым популярным, или по экономическим статьям. Поэтому здесь это тоже не бесконечный ресурс. Никто не знает, что будет после выборов, потому что у Кремля, ну, во-первых, не было никаких рациональных причин, например, начать войну. Это негативно сказалось и на Путине, на его благосостоянии, на его окружении, на экономике страны. И, на самом деле, я, например, до начала вторжения не верила, до последнего, что вообще это возможно. Но, тем не менее, они это решение приняли, основываясь на каких-то своих шизофренических, геополитических представлениях о мире. И поэтому какие-то действия предсказывают с точки зрения рациональной логики. Думаю, что мы не можем. Можем только гадать, что там происходит в голове одного человека. И сейчас они пытаются действовать вот такими методами. Понятно, что среднестатистический гражданин России, скорее всего, об этом даже не знает. И видит, что, например, ситуация с мобилизацией успокоилась. Вроде как ничего не грозит. Мобилизации для рядового гражданина нет. Но я напомню, что указ о мобилизации продолжает действовать. Его никто не отменил. Поэтому завтра могут начать стучаться в дома россиян, которые проживают на территории разных регионов Российской Федерации, и приносить повестки в рамках мобилизации. От этого никто не застрахован. Но будут ли они предпринимать такие меры после середины марта или нет, я боюсь, никто не может сказать. Я сейчас вижу, что у Кремля есть такая тенденция постоянно говорить все чаще и чаще, в том числе и внутри России, о мирных переговорах. Они под этим, конечно, подразумевают не оставление территории Украины, а оставление оккупированных территорий за собой, что, конечно, неприемлемый вариант. Но, видимо, это в том числе связано и с истощением живой силы, с истощением каких-то ресурсов экономических, потому что достаточно сложно в обход санкций, я так понимаю, и довольно дорого, например, тоже вооружение производить, сложно уже стало набирать людей вне мобилизации. Поэтому сейчас, как я вижу, Кремль всячески пытается форсировать окончание, точнее заморозку конфликта, и пытается это сделать на совершенно неприемлемых условиях, по сути, на условиях оккупации части территории Украины. Если путинский режим так сейчас активно работает над тем, чтобы привлекать иностранцев, зэков и так далее в армию, говорит ли это о том, что российское общество уже в большинстве своем не верит той пропаганде, которое льется из телевизоров. И в целом информационная пропаганда теряет свою силу. Как вам видится? Сложно сказать, потому что, например, социологические опросы в тоталитарных режимах, они не репрезентативные. Люди просто отказываются отвечать, потому что видят новости, в том числе и о больших сроках за какие-то высказывания, за высказывания в личных разговорах, в социальных сетях. Поэтому нельзя сказать, что мы можем здесь опираться на какую-то социологию, но глобально, конечно, видно усталость общества от войны. Когда опросы, например, какие-то не связанные с войной, но косвенно связанные в целом с ситуацией в стране, с экономической ситуацией, с такими «нужен мир, не нужен», то всё больше и больше людей отвечает, что они бы хотели стабильности, спокойствия и хотели мира. Это буквально единицы процентов, которые хотят какого-то продолжения войны до победного конца, как это сформулировано у таких «ура патриотов». Поэтому, да, конечно, люди устают и от экономической ситуации в стране, которая неразрывно связана с российской агрессией. Люди устают и от самой повестки ненависти войны и не чувствуют себя в безопасности, в том числе, когда и видят новости, что заключённые возвращаются с фронта и совершают новые преступления уже на территории России. И, конечно, каждый примеряет на себя, что это может случиться с ними, с их близкими. Поэтому и думаю, что население России, конечно, в большинстве своём или старается вообще про это не читать, не думать и оградиться от такой большой федеральной повестки, потому что не может на неё влиять. Или же хочет, чтобы это скорее закончилось и хочет вернуться к какому-то более-менее стабильному состоянию, когда можно строить планы дольше, чем на месяц или на два, постоянно не трястись, например, за совершеннолетних мужчин, что там завтра начнётся мобилизация, новая волна, когда об этом снова заходят разговоры. И просто жить спокойно. Думаю, что это сейчас такое основное настроение в российском обществе. И также, Анастасия, очень интересно узнать, а в целом, насколько реально сегодня защитить свои права в Российской Федерации? Спрашиваю напрямую. Мы же видим мобилизацию и видим, что в Москве и в Питере она не так распространена. Она более распространена на такие отдалённые регионы, на бедные регионы Российской Федерации. Как показывает практика, для того, чтобы было минимум шума. Понятное дело, особенно, когда в гробах возвращают тех мобилизованных людей. Насколько на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, военного положения в Российской Федерации нет. Мобилизация была оглашена частичная, но по сегодняшний день документа о закрытии этой мобилизации, её завершении, частичной мобилизации до сих пор нет. Насколько реально защитить свои права и не пойти воевать в Украину? Ох, ну, насколько в России защитить свои права, возможно, это такой очень грустный риторический вопрос. Понятно, что нет никакой независимой судебной системы, в том числе и, например, системы Министерства обороны, военные комиссариаты. В период активной мобилизации в сентябре-октябре 2022 года часто действовали незапонно, забирали людей, у которых есть в том числе и серьёзные заболевания, которые препятствуют прохождению военной службы, оформляли медицинскую комиссию и решение военного комиссариата буквально одним днём, ну, де-факто, не проводя ни собрания, ни медицинской комиссии. Поэтому большое количество людей, в том числе с какими-то серьёзными заболеваниями, оказались на войне, оказались в Украине. И здесь очень долго говорили, разбираемся, родственники писали жалобы, стучались во все инстанции, но часто пока пытались что-то сделать в юридическом поле, человек уже приезжал домой в цинковом гробу. Поэтому, ну, насколько возможно защитить, так же, как и во всех сферах, в общем-то, достаточно сложно бороться с государством, у которого выстроена строгая вертикаль. Поэтому здесь, ну, самый главный совет, который все правозащитники давали, не ходить в военкомат. Окей, вас могут привлечь к ответственности в виде штрафа и так далее, но не надо туда приближаться, потому что, если вы попадёте уже в лапы системы, когда физически вас будут удерживать, то каким-то образом призывать к соблюдению закона, ну, может быть, уже невозможно или дальше уже может быть поздно. Поэтому юридические механизмы здесь работают очень слабо. Есть, конечно, случаи, когда, например, мои коллеги-правозащитники добиваются оформления альтернативной гражданской службы или замораживают решение призыва на время вот этих разбирательств по альтернативной гражданской службе, но не всем может повезти, поэтому здесь главное правило физически себя сохранить и физически себя не отдать в лапы системы. И ещё один важный момент. Если физически не отдать в лапы системы, как же это можно сделать, если, допустим, тебя где-то там, допустим, в Омске, пакуют в бус, выдают повестку и говорят, иди воевать. Если не пойдёшь воевать, пойдёшь в тюрьму. Как же здесь защититься от физического такого? Сидеть по домам по факту? Ну, во-первых, не допустить, чтобы упаковали в бус. В этой части Россия всячески, точнее Кремль всячески пытается ввести какие-то нормы контроля, инструменты контроля, в том числе больше года назад уже хотели ввести единый реестр воинского учёта электронный, который бы автоматически считывал данные, который бы автоматически позволял ослеживать место жительства человека, забирать данные из разных служб, куда он обращается, из таких невоенных. Но до сих пор он не работает, и у меня есть большой скепсис, что это можно внедрить быстро, потому что цифровизация военкоматов, особенно вне Москвы и Санкт-Петербурга, идёт очень медленными темпами. Часто бумаги существуют только вот в таком виде, в папочках у военкома. И здесь можно не жить по месту регистрации, не уведомлять о смене места жительства, лучше жить вообще в другом регионе, чтобы обезопасить себя от вот этой повестки, которая может принести военком к дому или принести сотрудники полиции к дому. Поэтому здесь первое — это не светиться по официальным адресам. Если есть такая возможность на территории Российской Федерации или если у кого-то есть возможность уехать за границу, то это тоже вариант. Сейчас в пограничной службе нет данных у тех, кто потенциально подлежит мобилизации, они свободно выезжают. Но во всех других ситуациях, когда человек уже на первом этапе попал в руки системы, то здесь максимально при любой возможности до заключения о годности, до прохождения комиссии и так далее, постараться оттуда физически уйти. Но тут другого варианта быть не может, потому что в этой ситуации нет какой-то уголовной статьи, которая, например, человека наказывает за то, что он не явился в рамках мобилизации. Но есть статья о дезертирстве. Это если человек уже подписал контракт, мобилизованные все контрактники. Если у него уже есть решение о призыве, если он срочник, после этого уже вступает в действие статья о дезертирстве. Поэтому до этого момента лучше физически максимально постараться оттуда уйти или в идеале вообще туда не попадать. Спасибо вам, Анастасия, за участие в нашем эфире. Всегда вам рады. В эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Анастасия Буракова, правозащитник, основательница проекта Ковчев, была с нами на связи.